Здравствуйте, друзья! Сегодня вы увидите... Даже не пришлось прививать брусочки. Ну вот, вскрыли крышу. Здесь все гнилое. Из-за того, что мы подали заявление на перерасчет, они грозятся нам отключить воду вообще в доме. Размечаем рулонную черепицу. Технониколь. Вот такая вот красивая, называется бобровый хвост. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! Итак, сегодня начинаем покрывать вот эту часть кровли. Та старая пока останется закрытой, мы ее выровняем уже, когда вот эту покроем часть. Здесь у нас надо поднять шифер, сдвинуть эти листы наверх туда, чтобы можно было подсунуть уплотнитель. Ну не уплотнитель, а яндовый сюда подсунуть. Вот. Ну, сейчас мы вот этот шифер поднимем вверх, снимем покрытие, уложим здесь новое покрытие, потом установим, накатаем рулонную черепицу и здесь сделаем примыкание яндову. Так проложим. Все будем промазывать битумной мастикой. И так вот, уложка уже начала вынимать гвозди с нижнего ряда, все их уже вынуло. Просто метеор. Она уже напилила сегодня и брусья, и доски, и мауэрлат напилила. Мауэрлат решили не ложить весь целиком, потому что уж очень он тяжелый. Осторожней. Вот. Напилили кусками по метру под каждую стропильню. То есть она будет распределять нагрузку с помощью мауэрлата на стену. Вот. А мне сейчас надо сделать вот эту страшную операцию. Вынуть гвозди с края. Край здесь сгнил, поэтому я могу туда просто свалиться. Шифер подняли. Даже не пришлось прибивать брусочки. Крышу мы подняли. Вот этот шифер. Туда будем подсовывать яндову. Вот под этот вот рубероид, который сейчас идет в нахлёсте. Вместо этого рубероида будет яндова. Мы ее промажем битумной мастикой. И вот этот рубероид на нее положим. А второй конец яндовы будет уже на покрытие, которое вот на эту крышу мы положим. Рулонную черепицу. Все покажем. Сейчас пока идет демонтаж вот этого покрытия. Вот здесь оно у нас. Все уже провалилось. Некоторые доски придется заменить, потому что они гнилые. А я сейчас буду снимать карниз. Вот этот водосток. Сняли карниз. Вот у нас такой он был из зацинковки. Тоже ему уже больше 30 лет. Вот здесь этот карниз висел исправно. Будем вешать потом. Ну или этот же самый, только его почистим. Ну потом заменим на другой. Пока поставим этот. Что-то карниз... Водосток я забыл купить. Вот. А открыть надо уже сейчас. Так что будем пристраивать этот старый водосток. Вот он у нас лежит здесь. В принципе он же не ржавый. В нормальном состоянии. Пока подвесим его, чтобы он свою функцию выполнял. Ну а потом поменяем. Ничего тут сложного. Ох, сколько яблок на этой яблони, которая возле септика у нас. Вот, которая тут осталась на солнышке. Сливы здесь мы вырубили, когда ставили септик. И теперь яблони здесь вся усеяна просто яблоками. Они очень вкусные, кстати. Очень вкусные яблоки. Сматываем здесь старый рубероид на крыше. Он тут положен в несколько слоев. Заплатка на заплате. Вот здесь вот в этом месте доски прогнили полностью. И здесь уже такие дыры. Ходить опасно, потому что доски держатся только на потолке. Вот. Очень опасно. Можно провалиться. Сейчас скатываем старый рубероид в рулоны, чтобы его потом еще где-нибудь использовать. Ну под мовы орла тоже надо будет прокладывать рубероид. Так что найдем место, куда его приспособить. Ну вот, вскрыли крышу. Здесь все гнилое. Все, что протекало, оно все вон. Все вот это гнилое труха. Там уже потолок видно. В общем, надо будет заменить несколько досок. Вот эту вот точно проложить надо будет хорошую. Жаль, что у нас стропильных мало. Как раз она была плашмя здесь очень хорошо легла. Ну вот, вскрываем понемножку. Весь потолок, это все от протечек, все сгнило. Уже очень долгое время здесь все гнило. Поэтому, ну лет 10 точно все протекало. Сейчас мы с Олюшкой все разберем и перекроем. Разобрали здесь доски и обнаружили здесь росток девичьего винограда. Это он прополз вон оттуда и от крыши, из-под крыши залез сюда. Сильное растение. Сильное растение, да, в поисках воды. Здесь воды было много и он такой радостный здесь ее попивал. Вот, такой казус обнаружили. Но тут, конечно, все сгнило. Это будем сейчас перестилать. Все, мы с Олюшкой сделаем. Она молодец. Ну, трехметровая как раз. У нас есть там такие доски. Да, 310 даже больше. Заменили одну лагу, на которой будем крепить доски. Вот эта была сдвинута туда, под крышу трехметровая, заведена. На ней крепились вот эти доски, обрешетка. Мы ее убрали, потому что она была сгнившая. И все тут протекало. Поэтому здесь сейчас у нас новая доска. 50 на 150. Ну, вот такая вот. Вот как здесь. Мы ее туда засунули с превеликим трудом. Сейчас к ней прибьем вот эти доски. Новые. И будем уже укладывать здесь обрешетку до конца. Обшиваем кровлю, делаем обрешетку. Крайнюю доску уже прибили. Время все меньше и меньше. Ждем пока дождя. Люлечка на карандаш. Вот мы тут оставили свою памятную надпись. На память потомкам, так сказать. Которые будут потом перебирать эту крышу после нас. Сегодня звонили из водоканала. Из-за того, что мы подали заявление на перерасчет, они грозятся нам отключить воду вообще в доме. Будем разбираться. Размечаем рулонную черепицу. Технониколь. Вот такая вот красивая. Называется бобровый хвост. Это базальтовая крошка. По сути это рубероид, но с клеящей лентой. То есть как скотч. Раскатываете его на крышу, промазанную праймером битумным. И он сам приклеивается без нагревания. Не надо ничего греть, никаких газовых горелок. Просто рулон раскатали, приложили, притоптали. И все. Ну и по краю можно прибить кровельными гвоздями. Так, а я лезу наверх. Прибивать края обшивки. С Олюшкой кроем крышу. Уже промазываем вот эту всю подложку битумным праймером вот этим. А края, вот там где у нас карнизная планка. И места вот эти соединения промазываем мастикой. Вот эта битумная мастика для ремонта и приклеивания. Приклеивается хорошо, но в некоторых местах появляются волны. Не знаю как будет лежать. Вообще по инструкции клеили. По инструкции почему-то крайне надо ничем укреплять. Что для меня странно. Неужели она так сильно приклеится? Потом в дальнейшем, что ее не оторвет. Хотя, вполне возможно. Таким образом, герметичность нарушится, если будем что-то забивать по краю вот здесь вот. Так, вон там мусор еще у нас не вывезен. Вот расцветка бобровый хвост. Шифер надо будет опустить. Вот этот не забыть. Погода. Вот смотрите какая погода. Дождик надвигается. Обещали в течение часа опять дождь. А ведь не обманывают. Вон там, возможно, уже дождь начинается. Да. Вон он идет уже в нашу сторону. Ну, судя по облакам, оттуда идет дождь. Надо успеть хотя бы еще пару кусков положить, чтобы нас сильно не затопило. А яблок-то сколько на яблони на этой. Калина уже бордовая. Олюшка размечает лист. Вот здесь у нас может быть протечка случится. Поэтому надо скорее все заделать. Вот здесь закрыть хотя бы каким-нибудь листом, чтобы ничего не затекло. Дождь сегодня обещают сильный с 11 и до 21 вечера. Хотя завтра вроде обещают без дождя. Надеемся, что до завтра нас не сильно затопит. Прекратили укладку покрытия крыши. Надвигается огромная гроза. Начался уже мелкий дождь. И вон приближается огромная туча, которая у нас тут все зальет. Сейчас, наверное, точно придется бегать с тазиками. Все расставлять. Ох, яблочки. Надо олечки сказать, чтобы наделала сухофруктов. На север увезем. А то все равно все опадет. И все тут будет валяться. Жалко. Яблоня это очень вкусная. Яблоки вообще объедение на ней. Уже где-то недели через две будет зрелая. Ну что ж, ждем дождь. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.